В этом видео я покажу вам, как удалять администраторские привилегии в Windows 8. Нажимаем на клавишу Windows или на кнопку «Пуск». На панели задач набираем учетные записи. Заходим в них. Далее. Давайте сделаем немного пошире. Управление другой учетной записью. Видим здесь все имеющиеся учетки. Полагаю, что вы пользуетесь администраторской учетной записью. И если у вас обычный пользователь, то вам не нужно ничего делать. Здесь мы видим, что учетная запись, под которой мы залогинены, имеет администраторские привилегии. Нам нужно добавить нового пользователя. Мы не удаляем администраторские привилегии сразу же в учетной записи, которую мы сейчас используем, потому что тогда у нас не будет этих прав для выполнения администраторских задач. Так что нужно сначала добавить нового пользователя и дать ему админские права. Сейчас мы это сделаем. Добавление учетной записи. Здесь будут запрошены разные детали для служб Microsoft. Я пропущу все это. Нажимаю «Войти без учетной записи Microsoft». Локальная учетная запись. Если хотите добавить учетную запись Microsoft, это на ваше усмотрение. Я не рекомендую этого делать. Нажимаем «Локальная учетная запись». Теперь нам нужно добавить пользователя. Я назову этого пользователя Team. Я не рекомендую создавать этого пользователя с именем «Администратор», потому что это может выдать информацию хакеру о том, что это администраторская учетная запись. Это ничего особо вам не даст, но на всякий случай я назову его Team. Теперь вам нужно установить пароль. Используйте мои рекомендации из раздела «О паролях». Завершить. Мы настроили учетную запись Тима. Нас не спросили про администраторские привилегии, так что это будет обычный пользователь. И если нажать на него «Изменить». Поменять тип на «Администратор». Окей. То теперь Тим — администратор. Теперь нам нужно удалить админские привилегии из нашей учетки. Нажимаем клавиши Windows. Попадаем в начальный экран. Набираю «Учетные записи». Заходим в них. Управление другой учетной записью. Вот учетка, под которой мы залогинены. Двойной клик по ней. Изменение типа учетной записи. Меняем на «Стандартное». Изменение типа учетной записи. Управление другой учетной записью. Видим, что поменяли эти учетки местами. Джон теперь обычный пользователь. Тим — администратор. Вам также нужно убедиться, что вы отключили или удалили все учетные записи, которые не используете. И что вы удалили администраторские привилегии любой другой учетной записи, кроме той, специальной, которую вы собираетесь использовать в качестве администраторской. Если вы заранее знаете, что нужно запустить что-либо под администратором, а вы залогинены под обычным пользователем, то все, что вам нужно сделать, это нажать правой кнопкой мышки и выбрать запуск от имени администратора. У вас будут запрошены имя пользователя и пароль, которые вы просто введете сюда. Если вы что-либо устанавливаете, то понятно, что вам потребуются администраторские права. Если что-то работает не так, можно попробовать запустить это под администратором, чтобы посмотреть на причины проблемы. Понятно, что каждый раз, когда вы запускаете что-либо под админом, то имеется небольшой риск, поэтому вам никогда не следует запускать что-либо с правами администратора. К чему у вас нет доверия.